Для подачи заявления на увеличение мощности у жителей Хакэси осталось две недели. При этом особого ажиотажа в офисах компании Росети Сибирь не наблюдается. Напомним, после прошлогоднего ЧП, когда в морозы тысячи людей остались без света, энергетики начали приводить в соответствие реальное потребление с мощностью, на которую рассчитаны сети. Тем, у кого было превышение, вводили временные ограничения, давая понять, что идет сверхпотребление. Тогда жалоб поступило больше шести с половиной тысяч. Росети пошли навстречу людям и взяли паузу. На месяц отменили все ограничения и предложили потребителям оценить свои потребности и, если надо, увеличить мощность. Прошла половина отведенного времени. На сегодняшний день заявление написали две тысячи человек. Остальные, четыре с лишним тысячи, не приняли всерьез предупреждение энергетиков. И ограничения, которые возобновятся после 6 октября, вероятно, снова дадут им повод высказывать возмущение по поводу ненадлежащего качества электроснабжения. Между тем, подобная практика наведения порядка в энергохозяйстве давно используется в других регионах Сибири. Хакасия и без того долго терпела. Если мы говорим с вами сейчас об увеличении мощности уже существующего технологического присоединения, допустим, с 5 до 15, 4 тысячи рублей, это будет увеличение мощности до 15 киловатт. Неважно, с 5 до 15, с 10 до 15. Если потребитель при существующем технологическом присоединении, он тоже увеличивает мощность до 15, но при этом меняет уровень напряжения, то есть с однофазного на трехфазный. В данном случае сетевая компания видит, в соответствии с правилами, что требуется провести замену прибора учета. Будет включена стоимость прибора учета, то есть это будет порядка 37 тысяч рублей.